Наркобизнес активно меняется. Он ушел в интернет, использует интерактивные платежные системы и средства коммуникации. На фоне адекватных ответных мер со стороны правоохранительных органов, эффективной помощи ждут от управляющих компаний. В рабочем совещании с руководителями УК приняли участие районные власти, представители органов наркоконтроля и прокуратуры. Тех, кто знает территорию и ежедневно заходит в каждый дом, призвали другими глазами взглянуть на свою работу. В частности, замглавы администрации района Евгений Петеримов потребовал активнее устанавливать системы видеонаблюдения в подъездах, на автостоянках, на детских площадках в рамках программы «Безопасный регион». Работать по этой теме с интернет-провайдерами. Наличие видеокамер значительно сокращает количество правонарушений, что доказал пилотный проект. В этом дворе, собственно, происшествия не произошло. Ни квартирных краж, ни вандальных действий, ни, скажем так, уничтожения какого-то личного имущества в виде автотранспорта и все прочее. Все это фиксировалось, все это было исключено. По сообщению заместителя начальника управления наркоконтроля главного управления МВД по Московской области Игоря Охременко, в последнее время регион заполнили синтетические наркотики, которые изготавливаются кустарным способом в домашних лабораториях. Действия их непредсказуемо, последствия для человека печальны. В прошлом году в регионе пресечена деятельность 44 подпольных нарколабораторий. В Щелковском районе ни одной, но это не значит, что их нет, утверждает представитель главка. Штата участковых не хватает. Полиция и прокуратура очень рассчитывают на помощь руководителей садовых кооперативов и управляющих компаний. Подпольная нарколаборатория – это настолько законспирированная такая ячейка, что фактически обнаружили может тот человек, который на протяжении некоторого времени рядом с ним находится. На что прежде всего обращать внимание для выявления нарколаборатории, показали в специальном видеоролике. Косвенные признаки функционирования подпольной лаборатории по производству наркотиков следующие. Химический запах из квартиры, постоянно включенный свет и расходующаяся вода, включая ночное время, постоянно открытые форточки, при этом затемнение окон, как правило, путем их завишивания посторонними предметами. Специфический мусор, канистры с остатками химических жидкостей, ненормальное количество ящиков и бутылок из подводки, техническое трепье. Работники жилищных организаций все это, скорее всего, видят, но либо не обращают внимания, либо не придают значения, считают организаторы семинара. Они также напомнили, что кроме участия в наркобизнесе, такие квартиры представляют техногенную угрозу. Так подпольная лаборатория взорвалась в Ленинском районе. Директоров УК призвали к бдительности и потребовали провести работу с дворниками, уборщицами, советами домов. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».